Деревянные люди с неровными угловатыми лицами, плохо подогнанные элементы декораций с расползающимися текстурами, бледные спецэффекты, кукольная анимация, заставляющая вспоминать игры пяти, если не семи летней давности. Здесь не слышали о последних достижениях Эпик Геймс и Крайка, о шейдерах читали в школьном учебнике, да и с бамп-мэппингом знакомы лишь шапочно. Утопический мир будущего здорово смахивает на технически недоработанную игру недалекого прошлого. Что же это такое? Вы удивитесь, но перед нами один из лучших представителей жанра адвенча — проект Кулпа Инната, после семейного союза с компанией Акелла, получивший фамилию «Презумпция виновности». Середина 21-го столетия. Мир разделился на тех, кто достоин, и всех остальных. Достойные сконструировали сами для себя идеальную модель общества, разработали целую кипу необременительных моральных норм и, конечно же, постарались оградить собственные достижения от внешних посягательств. Железный занавес по-прежнему существует. И пробраться за него тем, кто не соответствует идеалам, весьма и весьма непросто. Впрочем, кое-кому это все-таки удается, правда, за определенную цену. И для каждого она может быть разной, но какой — никто не скажет наверняка. Вот, например, бывший житель Одессы Василий Богданов ради гарантированной карьеры и благоустроенной жизни согласился... А на что он, собственно говоря, согласился? Выяснить это будет непросто, ведь мистер Богданов убит при весьма странных обстоятельствах, и добиться от него правды уже не получится. Придется действовать по старинке, искать свидетелей и улики. Если подходить к жанру презумпции виновности с киношными мерками, выйдет что-то вроде фантастического психологического детектива со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Главная героиня особо достаточно неуравновешенная, с тучей комплексов и глубоко запрятанными в недрах сознания страхами и фобиями. И поверь, все вышеперечисленное отнюдь не строчки в текстовом описании персонажа, но суровые реалии, с которыми придется считаться. Скажем, твоей подопечной нелегко дает сообщения со строптивыми свидетелями. Слишком уж быстро теряет самообладание, рискуя потерять расположение собеседника. Поиск улик и решение головоломок — совсем другое дело. Тут уж успех в основном зависит от наблюдательности игрока, его умения сопоставлять детали и делать выводы. К слову, детективные ребусы, связанные с работой сыщика, прописаны очень хорошо. После нескольких успешно решенных задачек ощущаешь себя в самделишном Иркюлем Пуаро. Персонажи — еще одно безусловное достижение разработчиков. Даже самые незначительные из представленных действующих лиц получились достаточно яркими и запоминающимися, что уж говорить о тех, кому по сценарию отвели больше экранного времени. Каждый диалог с ними — своего рода состязание, где победителем оказывается тот, кто сумел нащупать правильную линию поведения. Промахнулись с репликой, чересчур надавили, слишком долго пытались изображать доброго полицейского, и собеседник, воспользовавшись лазейкой, немедленно ускользнет от ответа. В этом случае выход только один — ждать следующего дня, чтобы продолжить допрос. Презумпция виновности, безусловно, не продукт массового потребления. Одних отпугнет жанр, других — некрасивая графика, третий устанут от разговорчивости местных обитателей. Но поклонникам виртуальных детективов проект Momentum S, несомненно, придется по душе. Продолжение следует...